Ежегодно в конце сентября отмечают важный для всех без исключения день. Всемирный день сердца. В столице Чувашии решили не ограничиваться одним днем. Мероприятие запланировано и на субботу, 3 октября. О том, что ждет горожан и сколько жителей республики страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, журналистам рассказали на брифинге. Врачи и сотрудники Минздрава сегодня одеты в одну цветовую гамму не случайно. Красный цвет символизирует не только сердце, но и как сигнал светофора предупреждает. Внимание, опасность. Сердечно-сосудистые заболевания – одна из самых частых причин смерти и в России, и в мире. Конечно, наука не стоит на месте. Лечение, методы диагностики, аппаратура – все совершенствуется. Однако, в первую очередь, помочь себе человек должен сам. Медицинские работники, они включаются в этот процесс уже при возникновении заболеваний, но и огромная роль сейчас в работе наших медицинских работников отводится и к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. То есть только 10% зависит от деятельности медицинских работников, и 90% зависит от самого населения, от его отношения к собственному здоровью. Специалисты предупреждают – сердце – это не тот случай, когда само пройдет. Например, заболела в груди. Интенсивная, сильная боль. Не надо ждать, когда она пройдет, или думать, от чего она появилась. Очень важно снять вовремя трубку и вызвать скорую помощь. На сегодняшний день есть такие интересные цифры. В Европе от момента возникновения боли до вызова скорой помощи в среднем проходит 10 минут. К сожалению, у нас даже в современном мегаполисе, таком, как Москва, проходит 2 часа. А это что такое 2 часа? Если это действительно инфаркт миокарда, то половина пациентов погибает в первый час от возникновения этого грозного, серьезного осложнения. В год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Чувашии, помимо других разных мероприятий, проводится акция «Измерь свое давление». Результаты показали – люди с повышенным давлением о своей ситуации, как правило, знают. Но особого значения цифрам на тонометре не придают, и лекарства по тем или иным причинам регулярно не принимают. Тем временем соблюдение рекомендаций врача могут на 40% снизить риск инсульта и на 18% инфаркта. Что касается профилактики – правильное питание, подбежный образ жизни, безвредных привычек, а еще – спокойствие. Увы, никаких новых рецептов здорового сердца пока нет и в ближайшем будущем не предвидится. В субботу, 3 октября в столице Чувашии возобновляется акция под названием «Прогулка с врачом». Она приурочена не только ко Всемирному дню сердца, но и ко дню ходьбы. Ольга Пырочкина, Анна Луценко, Игорь Зверев, Республика.